Ну, просто за голову хватаешься, походу старик-то сбрендил. То ли дело с Аней Самедов, у него левая была не рабочая, он под нее всегда мяч убирал. Вот с кого надо Меранчугу пример брать. Господи, Конан, а в добро пожаловать в Спартак, я надеюсь, что тебя назначит. Здрасте, здрасте, ребят. Немножко затянулось сегодня начало, к сожалению, так получается, что когда кажется, что все идеально и все спланировал, и впереди тебя ждет три прекрасных выходных, впервые с лета ты можешь отдохнуть больше, чем один день подряд, оказывается то, что у соседа с дрелью есть свои планы на твои выходные, и они не подразумевают то, что ты будешь спать. Сегодня Локомотив вышел уже более-менее основным составом, если матч с Енисеем, домашний, кубковый, можно было расценить как тестовый, экспериментальный, много молодежи, много резервистов, то на Арсенал Палыч бросает в бой всех сильнейших, которые у него на данный момент есть. И главное, наверное, новшество по сравнению с предыдущими матчами, это возвращение Джефферсона Фарфана, человека, который подарил нам прекраснейший предыдущий сезон, когда от него никто не ожидал, сезон, в котором он начинал на позиции правого защитника, а закончил лучшим бомбардиром команды. Он получал травму, он выпал практически на месяц, если не на два, и впервые за эту осень, по крайней мере, вернулся, точнее не за осень, он играл в матче с Голотосараем, тоже не очень хорошо у него получалось, но тем не менее произошло у него возвращение в состав, и, честно говоря, оно было очень и очень неудачно. Фарфан по сравнению с Эдером, который играл все предыдущие матчи наши и вышел во втором тайме, очень много единоборств проиграл, очень мало мячей зацепил, и в целом продуктивность Фарфана была на очень низком уровне, он не мог сделать банальные передачи своим игрокам, он впереди практически не было видно в Фарфана, и это очень сильно всю игру Локомотива лишило остроты какой-либо, а Арсенал, который, соответственно, не видит угроз своим воротам, наоборот, получил возможность комбинировать, проходить к нашим воротам, и казалось то, что в первом тайме Арсенал гораздо сильнее выглядел, чем Локомотив, который сильно прижался к воротам, который не мог отобрать мяч у Арсенала так, чтобы начинать свои атаки. Казалось то, что Арсенал очень хороший, а Локомотив кое-как, но во втором тайме все встало на свои места, там и сказался перевод Криховика чуть выше на позицию опорного полузащитника, ну и, конечно, выход Эдера очень серьезно повлиял на всю игру Локомотива, потому что все мячи, которые посылались вперед, стали доставаться Эдеру, который их уже отпасовывал либо Бератям, либо Мануэлу, либо опорникам, но, в общем, стало гораздо тяжелее Арсеналу выходить из обороны в атаку, и, соответственно, во втором тайме уже только одна команда фактически была на поле, это был Локомотив. Снова Криховик у нас играет в центре обороны с первых минут, и в целом снова показывает то, что на позиции центрального защитника он очень-очень хорош, однако в этом матче было очевидное проседание центра поля, оно было очевидно на самом деле и в матче предыдущей недели с Енисеем, там тоже вся эта наша троица играла вроде как в центре поля, но Енисей проходил и спокойно доходил до наших ворот. Сегодня и Денисов не очень хорошо первый тайм провел, и Дима Баринов тоже выглядел совсем не так, как мы привыкли видеть Дмитрия Баринова. Может быть усталость, может быть какой-то просто легкий спад формы, потому что кубковый матч Баринов провел просто шикарно, а здесь что-то у него не пошло, причем достаточно явно не пошло, и замена его в перерыве, она удивила, потому что, ну, все-таки не настолько был плох Баринов, но понять Семина можно достаточно просто. Баринов показывал не очень высокий уровень игры, при этом был на желтой карточке, и когда ты выбираешь, кого из двоих опорников поменять, которые более-менее одинаково плохо сыграли, что Игорь Денисов, что Дима Баринов, выбор пал на Баринова с желтой карточкой, Денисов, опять же, более опытный, ну, и вся эта перестройка, она, конечно, тоже пошла на пользу Локомотиву, потому что я, честно говоря, не помню, чтобы вот при счете еще скользком, да, 1-1, 2-1, у Арсенала были какие-то хорошие моменты для того, чтобы как-то переломить эту игру. Пока мы третий мяч не забили, мы особо ничего не позволяли делать у своих ворот, потом, конечно, уже Браво Гильерми и момент с выходом Лисового 1-1 и удар Бакайла с фланга, все это уже прекрасная игра Гильерми, но это уже было при счете 3-1, насколько я помню. Я говорил и на прошлом стриме, и на позапрошлом о том, что Арсенал это довольно удобная для нас команда, мы создали себе проблемы во многом сами в первом тайме, потому что вот Фарфан, который не смог создать давление на чужую оборону и, соответственно, воспользоваться плохой сыгранностью защитной линии Арсенала, в первом тайме Локомотив не очень хорошо себя показал, создал себе самостоятельно эти проблемы, которые, ну, абсолютно без проблем каких-то решил во втором тайме, когда выпустил нападающего Эдера, передвинул Криховика в опорную зону, где он смог давать больший объем, который не давали Баринов с Денисовым, и в целом Арсенал на этом прекратился. Очень удобный для нас соперник, и в целом победа со счетом 3-1, она получилась, ну, вот и по счету довольно простой, и если еще вспомнить о том, сколько судья помог Арсеналу в этом матче, то там на разгром получается, потому что пенальти на Эдере, на мой взгляд, ну, можно еще спорить, где было нарушение за линией, на линии, и после линии, на мой взгляд, оно было на линии, даже чуть ближе в штрафную, и поэтому это пенальти. Но, ну, повторы нужны, разглядывать непосредственно о том, где это было нарушение. Но то, что нарушение на Эдере было, это, по-моему, абсолютно бесспорно. На ногу он не наступал, это прекрасно видно на повторах, что он поставил ногу, и после этого нога Хагуша поставилась где-то вот рядом с ногой Эдера, и пошел контакт. И даже Нобель, который в этом матче, ну, я не скажу, что он симпатизировал Туликам, этого не было, и был беспристрастный репортаж, на мой взгляд, но вот он пытался найти, защитить как-то судью, и у него это не получилось. Второй пенальти не поставили на Фернандеша, и тоже достаточно очевидный, потому что Григолава просто локтем двинул в шею Фернандушу в борьбе за мяч, ну, так нельзя играть, и в Лиге Чемпионов Локомотиву за это ставят пенальти в его ворота, но в РФПЛ, видимо, действуют какие-то другие правила. В борьбе за мяч можно, оказывается, руками толкать, бить в шею, и все такое, если твоя фамилия Григолава, по всей видимости. Непоказанная вторая желтая карточка Кадри, опорнику Арсенала, что очень серьезно бы сказалось на игре, потому что это один из ключевых их футболистов в плане обороны своих ворот. Абсолютно чистая вторая желтая карточка, потому что он не успевал к мячу, он фалил на Крыховике, потому что, ну, надо было фалить, иначе бы Крыховик выходил уже там на ударную позицию. Ну, конкретно из риф атаки, да еще и грубая игра. Это желтая карточка просто вот в 100% случаев из 100 не показана. Ну, и вторая желтая карточка на Джорджевича уже при счете 3-1, когда он вкатился в Гильерме, который расстался с мячом. Ну, тоже, ну, всегда судьи показывают желтую карточку, когда нападающий влетает во вратаря в ситуации, к этому не располагающей. Там не было борьбы за мяч, то есть Гильерме уже избавился от этого. После этого Джорджевич пошел в подкат и влетел во вратаря. Зачем? Непонятно. Каких-то дивидендов для себя он извлечь тоже не мог, но зачем-то он это сделал. Это желтая карточка, которая для него была бы второй. Это уже не влияет на ход игры. Счет был 3-1 к тому моменту, но, тем не менее, это говорит о том, насколько превосходство Локомотива во втором тайме над «Арсеналом» было велико, что даже с такими вот проблемами мы внешне, ну, достаточно легко обыграли «Арсенал». И вспоминаем еще перекладину, в которую попал Леша Миранчук. Момент, в котором он не решился пробить, перекладывая мяч под свою любимую левую ногу, вместо того, чтобы просто садануть справа и куда угодно. В воротах стоял Артур Нигматурин, так что, скорее всего, бы залетело, если бы просто в створ попало. Ну, еще такой полумомент у Рифата было, когда он чуть-чуть не дотянулся ногой, а так мог бы отправить мяч в пустой угол после... По-моему, там как раз Нигматурин отбивал удар чей-то. В общем, хороший матч для Локомотива, но дальше будет, к сожалению, гораздо-гораздо сложнее. Простых соперников у Локомотива не осталось. Может быть, Урал еще более-менее удобен для нас. Но и с Уралом, конечно, будет потяжелее, чем сегодня было с Арсеналом. Дальше у нас Порту. Выезд — это будет ключевой и решающий матч в рамках Лиги Чемпионов. На данный момент в Лиге Чемпионов ничего не потеряно. И мы выдали 5 победных матчей подряд в РПЛ. Вполне можем выдать и 3 матча победных в Лиге Чемпионов. Предыдущие матчи убедили в том, что Локомотив может побеждать в Лиге Чемпионов. Это будет очень тяжело, и Лига Чемпионов, конечно, не РПЛ, в котором мы играем с Енисеями, Арсеналами. Но, тем не менее, выиграть мы можем. Это довольно очевидная истина. Здорово, что у Локомотива поправились игроки. И на предматчах тренировки, на фотографиях мы видели абсолютно всех, кроме Саши Коломейцева, которому здоровье. И из остальных футболистов все вроде бы уже более-менее тренируются. И Чурлука тренируется, и Рыбус тренируется, и Смолов тренируется. Был сегодня на замене. Ну, а Фарфан уже сыграл 45 минут, пускай абсолютно не в форме. Это было... Ну, по всем движениям Фарфана было видно, что он не в форме. Да, он принимает мяч, он от него отскакивает. Пытается отдать передачу, она идет не туда. Да, и все такое. Но на Порту и на Рубин затем... Думаю, то, что одного ЭДРа нам не хватит. И нужно, конечно, чтобы и Фарфан, и Смолов были в своей хорошей форме. И тогда, в принципе, все возможно. И приблизиться к Зениту до уже конкретно минимального разрыва, который можно сократить одним личным матчем, условно говоря. И в Лиге Чемпионов, ну, хотя бы третье место занять, которое даст нам Евровесну. Ну, будем надеяться. По крайней мере, Локомотив сейчас в хорошем состоянии, в хорошей форме. Локомотив бежит. Мирнучуки здорово взаимодействуют. Фернандеш после того злополучного нерукопожатия показывает совсем, на мой взгляд, другой футбол. Перестал передерживать мяч, перестал его терять. Начал играть на команду. Это пока еще не тот Фернандеш. Все еще не тот Фернандеш, который был в прошлом сезоне. И который стал во многом залогом нашей победы в чемпионате. Но, по крайней мере, это уже не вредитель команде, а человек, который приносит пользу. И не мудрено, что у него в итоге за эти три матча один гол, три голевых передачи. Больше, чем за... Примерно столько же, сколько за весь 2018 год. Если исключить бомбезный матч с Ницей, где он сделал хет-трик. Антон Миранчук, который показывает просто сумасшедшую результативность, потрясающая форма, все летит у парня. Молодец. Просто других слов нету. Он реализовывает свои моменты очень хорошо, очень здорово. Но тут еще и большая доля везения, конечно, присутствует. Не стоит как-то переоценивать все это. Но и свою похвалу, я думаю, то, что игрок месяца октября, я думаю, Антон, это совершенно очевидно. И это будет совершенно справедливо. Многие любят находить героев и антигероев. То есть нельзя без человека, на которого нужно гнать. Таким сейчас, наверное, является Леша Миранчук. Но и этот матч он, на самом деле, провел на хорошем уровне. Но то, что он делает штрафной, это, конечно, очень плохо. Все эти перекладывания под левую ногу. Нужно не бояться действовать правой. И действовать гораздо более быстро, чем это делал, по крайней мере, в этом матче Леша Миранчук. Но при этом хейтить Лешу за сегодняшний матч. И опять же все эти, ну как обычно, да, когда один брат показывает хорошую результативность, нужно обязательно как-нибудь пнуть второго. Я читал об этом много комментариев и на FKLM News, и в Твиттере есть. О том, что типа вот Леше надо учиться у брата. Просто забывая о том, что неделю назад блестящим ударом в лед с левой ноги Миранчук во многом обеспечил нам победу над Енисеем. А сделал потом голевую передачу еще шикарную. Все это очень просто объясняется. Когда мяч под правой ногой, Антон Миранчук здорово может пробить и забить. Если бы мяч у него был под левой ногой, скорее всего ничего хорошего из этого не получилось. То же самое и с Алексеем Миранчуком, но в обратную сторону. Когда у него мяч под левой ногой, он может очень многое, и мячи очень хорошо летят. Как вот сегодня по перекладине он попал в очень тяжелом моменте, достаточно классно исполнил. Но когда у него мяч под правой ногой, он не знает, что с этим делать. И это, конечно, серьезная беда, но вместе с тем оба парня очень талантливы. И видно, насколько они важны, какую большую пользу они локомотиву приносят. Просто возьмите статистику последних матчей. 10 голов мы забили, 6 из них на счету Миранчуков. Это очень круто. Сегодня снова мы посмотрели на Идову как левого защитника. И я не хочу хейтить Идову, но разве это игра нормального левого защитника? Посмотрите, Хеведос в свои 30 лет активно идет вперед, активно помогает атаке. И играет выше Мануэла Фернандеша во многих случаях, даже когда игра у команды не очень идет. Но Хеведос подключается вперед, он успевает сзади, несмотря ни на что. То есть левый фланг у нас был хорошим. И потом появляется Идову, который впереди... Ну вот у него был один момент, когда он подключился и просто отдал мяч сопернику. При этом в обороне, когда был момент Бакаева, Идову бросился в подкат, не достал до мяча и снова оголил свою левую зону, как и было это в матче с Енисеем на кубок, когда Крыховику пришлось фалить и зарабатывать свою красную карточку. То есть он совершенно не безошибочен в обороне, при этом в атаке я его вообще не вижу. Кононов недоволен судейством, ничего себе. Ну Кононов это человек, который всегда недоволен судейством. И этим мне Кононов просто очень сильно не нравится. Мне кажется, что не должен человек настолько плохо оправдывать себя, чтобы в каждом матче искать какие-то судейские ошибки. И причем докапываться просто до таких вот моментов, как неправильный угловой. Да, там на самом деле мяч ушел от Фернандеша на этот угловой, после которого мы подали, перехватили мяч, послали его на левый фланг, прошел Крыховик по левому флангу, отдал в центр и забили. И ты говоришь о том, что тебя убили судьи, потому что дали угловой. До моментов с неправильными угловыми, их может быть десятки за матч. Это, ну, увидеть, от кого мяч действительно ушел, можно было бы только на повторе со слоумо. И это никак не слом матча. Вот когда тебе пенальти не дают 2 за матч, это плохое действие арбитра. Когда тебе красную карточку на ровном месте, ну, то есть вот явную красную карточку, никак не оправдывая, не дают сопернику судьи. Это явное убийство команды. А угловой не дать, ну, окей, просто помарка какая-то. И это очень плохо, и для Кононова, конечно, очень неприятный момент, то, что он говорит так. То есть видите, да, нога Эдера еще в воздухе, да, он ее ставит, и в этот момент Хагуш бьет ему по Ахиллу. Это пенальти просто стопроцентный. Можно единственное, о чем спорить, где был этот самый пенальти. Давайте еще немножко назад прокрутим, потому что, да, вот на линии, вроде на линию ногу ставят Эдер, и в этот момент, да, ему бьют по ноге. То есть, ну, линия это пенальти. Но на ногу Хагушу, ну, никак не мог поставить свою ногу Эдер, просто потому что нога Хагуша еще в воздухе в этот момент. Понимаете, да, эту логику? Ну, на мой взгляд, это чистейший пенальти. Потому что нога Эдера, она первая встает на землю, а Хагуш уже потом бьет по ноге Эдера и после этого только ставит свою ногу. Все зависит от Зюбы. От Зюбы потихоньку сдувается, и это все та же самая ботва, которая тянется непосредственно к окончанию чемпионата мира. Помните, да, когда мы говорили, что мирунчики в плохой форме, потому что они были на чемпионате мира, и у них не было возможности провести нормальную предсезонку к турниру. И в ответ говорили, но как же, посмотрите на Зюбу, посмотрите на Забнина, посмотрите на Марио Фернандеса. Это игроки, которые тоже были на чемпионате мира и показывают хорошую форму. Такое бывает, да, это игроки, ну, во-первых, они играли на чемпионате мира, во-вторых, у каждого человека свой собственный организм, и нельзя перекладывать одно на другое. Но мы видим, что то, что они играли на чемпионате мира, сейчас на них очень сильно сказывается. Зюба в плохой форме сейчас, он плохо бегает, плохо цепляется за мячи. Он был на адреналине после чемпионата мира и показывал классный футбол, там, первый месяц-полтора. Но сейчас Зюба, Зюбе гораздо сложнее играть в футбол. И как он проведет следующий месяц и 10 дней до окончания чемпионата России, ну, фиг знает. Ему, мне кажется, он уже выходит с замены, да, он просто, ну, тяжело парню. Забнин сейчас показывает очень плохой уровень футбола. Марио Фернандес хорош, но при этом это не та продуктивность, которая была у свежего Марио Фернандеса. Сейчас он, я даже не могу сказать, что он лучший в своей команде. И так далее. Это объективная реальность, что когда ты имеешь всего неделю на подготовку к сезону, ты не можешь этот сезон выдать на прекрасном уровне. У мирничков получилось так, что у них сначала был спад, а теперь они набрали. У остальных наоборот, соответственно, на адреналине сыграли здорово сразу после ЧМа, но отсутствие базовой подготовки сказывается так, что сейчас им все сложнее и сложнее. Я написал твит об этом. Мне кажется, что уже пора руководству что-то с этим предпринимать, потому что, ну, когда каждый матч просто превращается в комедию ошибок, это ненормально. И, ну, просто составляешь список и говоришь об этом. Не чего-то там, а не пытаешься там панику разводить, как обычно там у Спартака, у Зенита бывает. Просто поднимаешь эту тему, потому что это ненормально. Пошли вот вспоминать, какие у нас матчи были, и вспоминать, какие там были судейские ошибки. Прям вот явные, подтвержденные низкой оценкой этому судье. Уфа, Локомотив 0-0, отменили чистый гол. Первая ошибка. Локомотив, Спартак, окей, нормально все было. Оренбург, Локомотив, 1-0, проиграли, отменили чистый гол. Инспектор подтвердил это. Второй момент. Крылья, Советов, Локомотив 0-1, там у нас удалили Игнатьева, но в целом все было по делу. Локомотив, Анжи, 2-1, мы выиграли, но нам поставили в наши ворота абсолютно левый пенальти. Инспектор и Егоров подтвердили, что этого пенальти на самом деле не было. Третья ошибка. Краснодар, Локомотив, 2-1, все по делу. Локомотив, Динамо, там удалили Криховика, и в целом, на мой взгляд, можно было не удалять Криховика, но поводы для этого были. Запишем это как... Ну, не как ошибку, но уже 3 набрали, да? Зенит, Локомотив. Локомотив, не будем разбирать этот матч, я его не видел, но там Зенит нас обыграл по всем статьям. Локомотив, Ахмат, там была ошибка судьи, когда он не поставил в наши ворота пенальти, но и ошибка, когда на Эдере не поставили пенальти, совершенно явный. Четвертая ошибка против нас, против одной ошибки за нас. 4-1. ЦСКА Локомотив, сами все помните, это удаление Эдера, нелепое, это не поставленный пенальти на Эдере. 6 ошибок против Локомотива. Одна за, одна, первая, единственная ошибка за Локомотив. Локомотив Ростов, 2-1, по-моему, там все было нормально. Енисей Локомотив, это раздробленная голова Кверквелли, за которую, ну, вторую желтую карточку надо было показывать. 7 уже результативных ошибок. И сегодняшний матч, это непоставленный пенальти, красные карточки, там еще 4 ошибки. Итого мы сыграли 13 туров, в которых было 12 результативных ошибок против нас, против одной за. Ну, хорошо, давайте будем считать 2 за сегодняшний угловой. Хотя, ну, масштаб вообще не сопоставимый. То есть, 12 ошибок и 2, это ненормально. Да, чистый гол ССК, конечно, 13 ошибок. Это просто в голове не укладывается, ни у одной команды не может быть такого, чтобы вот 13 ошибок за 13 туров, которые не просто, да, там где-то аут, штрафной, вот как сегодня, например, Ткачев толкнул Фарфана, но это явный штрафной. И почему судья его не свистит, непонятно. Такие моменты вообще не беру. Но вот явные ошибки, которые признает инспектор матча, признает Егоров, глава судейского корпуса, каждый из которых это потенциальная двойка судья. Против нас 13, за нас 2. Есть баланс? Это надо прекращать. И пока главные наши, там, Мещеряков, Геркус, не обратят на это внимание, не спросят непосредственно у Егора, что за херня творится. Это так и будет продолжаться? С победой, как думаешь, кто должен сыграть в нападении в Порту? Если бы сегодня Смолов играл, я бы сказал, что Смолов должен сыграть в Порту. Но Смолов сегодня даже на несколько минут не вышел, что, наверное, говорит о том, что форма пока не лучшая. Поэтому я бы остановился на кандидатуре Эдера с первых минут. И если мы будем проигрывать, если будет ничья, нам нужна только победа, то выпускать Фарфана в пару к Эдеру. Если все будет хорошо, то вместо Эдера. Но в старте, я думаю, один Эдер должен быть. Фарфан сегодня вообще не понравился. Прогноз на матче с Порту и с Рубином. Тяжелый. Вот если делать прогноз, вот конкретно прогноз, я думаю, что будут две ничьи. И с Порту вот скорее такая вот, что-то типа результативной ничьи, может быть 1-1, 2-2, вот такое вот что-то. А с Рубином скорее наоборот нерезультативная ничья. 0-0, максимум 1-1. Ну вот я думаю, что ждут нас сейчас две ничьи. Но при этом я верю то, что Локомотив не должен проигрывать эти матчи. А в остальном, в остальном посмотрим. Может быть и победа будет. По поводу Мирончуков, немного раздражает хейт при любой ошибке. А когда что-то полезное делает, то не замечают люди. Особенно часто прилетает Леша. Даже в чатике, и каждую его ошибку комментировали все. А все полезные, хорошие действия оставляли без внимания. Ну, я не знаю, почему так происходит, но людям нужен человек, которого можно хейтить. Это всегда, вот в последние лет 5, это всегда было. Да, команда сыграла хорошо, но вот этот парень, он плох. И в разное время это разные люди. Это может быть Мануэл Фернандеш, это может быть Дима Тарасов, это может быть Леша Мирончук, это может быть Борис Артенберг, это может быть Гильерми. Кого-то надо хейтить, так, чтобы команда сыграла хорошо, и все молодцы. Такое случается, ну, очень редко. И чаще других достается воспитанникам. То есть, когда, не знаю, условный Денисов, Игорь Денисов косячит, и это было определенно, это окей. Но если косячат Мирончуки, то это определенно зажрались, это определенно с Тарасовым перегуляли в ночных клубах, это определенно стали звездами Инстаграма, и это определенно люди, которые перестали вообще тренироваться, потому что их вызвали в сборную России. Ну, абсолютно вы читали наверняка все эти комментарии, все эти моменты и в чатике, и в Твиттере, и в Инстаграме, и в комментариях МФК ЛМ Ньюс, везде. Вы все это прекрасно видели. Почему именно воспитанникам достается больше остальных, я не знаю. Мне кажется, что наоборот воспитанников нужно как-то поддерживать, подбадривать, если у них что-то не получилось, то ничего страшного, все получится в следующий раз. Но в России это так не работает, это не только наша проблема, это и у Спартака, и у ЦСКА все то же самое. Стоит кому-то из молодых футболистов плохо сыграть, пускай он валит из клуба, пускай он в молодежке играет, нафиг, 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 лучше поставим Михалика условного. Это мне лично это вообще непонятно, но это есть, и с этим надо просто смириться. О, Беляев, как тебе Макс сегодня? Ну, гол бывшего, это традиция, нельзя отступать от наших традиций, как говорится, традиции нерушимы. опять же, опять же, читал комментарии хейтерские к Беляеву, что он отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, я это вообще не разделяю, мне кажется, что это немножко позерство, когда ты не празднуешь гол в ворота своей бывшей команды. По-моему, очень крутой жест с вальсом в адрес своей жены, и, ну, Беляев просто крутой мэн, я могу им только восхищаться, а как защитник, он, как и весь арсенал сегодня сыграл плохо. Хотя Фарфана просто съел. В первом тайме Фарфан у Беляева не выиграл ни одного единоборства, но то, что вот они творили, то, что они творили вот в этом голе, просто посмотрите, да, это комедия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек вбегают во вратарскую, при том, что у них два человека стоят на линии одиннадцатиметровой. Господи, Кононов, добро пожаловать в Спартак, я надеюсь, что тебя назначат. Назови топ-3 тренера РФПЛ. В плане именно тренерства, блин, я так даже сходу-то не скажу. Мне нравится работа тренера Оренбурга, как его, Федотов, да, Федотов. Мне кажется, он очень классную команду делает из очень не сильного набора игроков, по крайней мере, по составу. Оренбург это, наверное, одна из худших команд лиги, при этом она играет очень симпатично. Мне нравится работа Божевича, как он просто за две-три недели преобразил крылья настолько, что за этой командой теперь хочется следить и смотреть, как она играет. Тоже совсем не лучший набор игроков, но при этом они возят и в хвост, и в гриву, что Краснодар в кубковом матче, что Зенит, просто как будто эта команда лидер, не аутсайдер, у которого только что тренер сменился. В общем, в этом плане Божевич просто вот моментально проделал классную работу. Палыч, безусловно, как человек, который блестяще совершенно меняет игру локомотива по ходу и между матчами, то есть абсолютно тренерская команда. Мне нравится работа Гончаренко, опять же, да, очень быстро и здорово склотил банду из игроков, которые раньше играли в других командах. Он их всех собрал и теперь в игре ЦСКА видна какая-никакая идея. Ну и все, пожалуй. Ну, Бердыев плюс Карпин, но мне просто не импонирует игра этих двух команд. Вот прямо здесь и сейчас моя тройка выглядела как Палыч, Федотов и Божевич. Дальше Гончаренко, Карпин, Бердыев. Постоянно спрашивают, реально постоянно спрашивают, типа, а как тебе задонатить? Но то, что я сейчас делаю, это вообще не тема, за которую необходимо донатить. Для меня это посидеть в баре с друзьями пообщаться за футбол. Когда вы кого-то приглашаете в бар, посидеть, пообщаться, вы же не требуете, чтобы он вам деньги платил за то, что вы ему истории рассказываете. Ну, то же самое. Для меня это очень странно смотрится, за то, что я с вами общаюсь, что-то говорю, а вы мне за это какие-то деньги хотите давать. Есть огромное количество мест, куда вы можете эти деньги отправить, которые помогут локомотиву. И трагическая история, которая произошла на неделе с болельщиком Сироткиным. Сегодня была акция в его честь. Там есть карта Сбербанковская. Вы можете помочь семье прекрасного человека, болельщика локомотива, очень уважаемого болельщика из среды, которая очень много классных, хороших, гораздо больше, чем я за всю свою жизнь хороших дел совершил. Помогите этой семье и отправьте денег туда. Мне это не надо. Хотите отправьте в United South. Они делают поддержку и им не хватает денег. У них есть деньги на счету, они делают красивые перформансы. И мне от этого отрадно, и нам всем от этого отрадно, потому что приятно смотреть на юг в красивом перформансе. Ждешь книгу Палыча? Да, очень жду. Есть предзаказ, и как только она физически станет доступна, она появится у меня. Я еще надеюсь, что я ее на каком-нибудь из стримов почитаю, разберу самые интересные моменты, потому что там есть что разбирать, и такая странноватая книга выходит в последнем отрезке, например, который выкладывали в общий доступ, там почему-то есть уже чисто фактические ошибки, которые его соавтор Павел Алешин должен был вырезать из книги. Понятное дело, что не сам Семин книгу пишет, а Алешин пишет эту книгу, соответственно, он должен проверять факты, но когда Палыч говорит о том, что мы хорошо стартовали весной и обыграли Том 6-1, ну просто за голову хватаешься, походу старик-то сбрендил, но он мог сказать совсем по-другому, даже если он так по памяти своей запамятовал, должен был Алешин написать, во втором круге мы начали совсем по-другому с разгрома Томи, но это же просто тупая фактическая ошибка на ровном месте, потом там еще есть продолжение, что мы в полуфинале кубка выиграли у Арсенала, но мы с Уфой играли в полуфинале кубка, не было никакого Арсенала, это вот вещи, которые должен был Алешин просто вырезать и исправить, и он этого не сделал, и в этом плане, ну когда ты читаешь такие вещи, ты начинаешь задумываться, а в остальном-то книга вообще как, она правдивая или там тоже какие-то фантазии, если ты вот в таких вещах видишь ошибки, очень много хейта по инерции, потому что сначала хейт он правдивый, правильный, потому что Миранчук играл откровенно плохо в начале сезона, но люди не могут остановиться вовремя и увидеть, посмотреть на игрока другими глазами, просто вот с чистого листа, забыть о том, что все, что было, и посмотреть, как сыграл этот матч конкретный человек, потому что Миранчук в этом матче не играл плохо, он запорол несколько моментов штрафной, это правда, но в центре поле Миранчук играл хорошо, благодаря игре Миранчука получилось так, что мы заперли арсенал и создавали момент за моментом, за моментом, но у людей тяжело отбросить все это и каждый матч оценивать с нуля, смотреть, как игрок играет конкретно здесь и сейчас, вот такая вот инерционность мышления, она мешает, о чем будет речь, все, спасибо и пока, до завтра, отбросить Продолжение следует...